Более 20 тысяч звонков ежедневно в таком режиме работают операторы Единой подмосковной службы спасения 112. Проект был запущен в эксплуатацию летом. За 4 месяца проявились и технические, и системные пробелы. Обсудить недочеты, наладить взаимодействие всех управлений в рамках Единой службы спасения. Такая задача стояла перед участниками встречи, возглавил которую заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. Самое главное услышать от операторов, от дежурных служб, которые работают на местах, которые каждый день принимают вызовы, отправляют бригады, те нестыковки, те проблемы, которые сегодня есть. Как отмечают разработчики, подмосковная система 112 – крупнейшая в Европе по своему охвату. Только за 4 месяца тестовой работы в службу спасения поступили свыше 3 миллионов звонков. Самая большая нагрузка приходится на операторов Одинцовского и Красногорского районов. Однако только четверть вызовов обоснована, львиная доля звонков имеет информационный характер. Количество ложных вызовов стабильно держится на отметке 7%. В службу 112 звонят и как в справочную. На сегодняшний день необходимо дополнительное обучение, и оно, наверное, должно быть кустовое, где должны быть присутствовать наши сотрудники, сотрудники МЧС в обязательном порядке. С тем, что все-таки операторов ЕДД с элементарным вещем каким-то в системе нашей правоохранительных органов обучить. Одинцовский район стал одной из пилотных площадок по внедрению системы 112. В штате 44 специалиста, которые за время работы успели принять свыше 150 тысяч обращений. Для операторов созданы все условия – столовая, зона отдыха, высокотехнологичное рабочее место. Однако главное – профессионализм и понимание того, что требуется от специалиста службы «Спасение 112». На каждый звонок экстренный есть и должна быть своя методология. Что необходимо спросить, по каким ключевым вопросам быстро определить степень важности звонка и угрозу жизни. Рейтинг для повышения эффективности и четкий алгоритм действий для ускорения принятия решения. Заместитель председателя правительства Дмитрий Пестов подчеркивает, в вопросе спасения жизни не может быть «но» или «если». Ведь большая часть звонков приходится на долю специалистов скорой помощи. По словам министра здравоохранения Нины Суслоновой, за время реализации проекта обучения прошли 750 подмосковных диспетчеров. Что касается скорой помощи, каждый день фактически отрабатываем эти вопросы, насколько у нас программа 103 сегодня стыкуется, интегрируется в программу 112. Потому что наша задача полностью работать только в программе 112. И когда сегодня наши жители еще обращаются в систему 103, то мы должны понимать, что фактически у нас должен быть единый номер. То есть мы населению сегодня говорим и на машинах скорой помощи, но стоит уже не номер 03, как это было раньше, а 112. Одинцовский район у нас здесь является лидером по внедрению и мы его считаем одним из базовых. Все самые основные предложения по улучшению, по каким-то изменениям в программе мы слышим отсюда. И мы прислушиваемся к разумным предложениям для того, чтобы произвести те необходимые тонкие настройки. Уже в ноябре системе 112 предстоит перейти в промышленную эксплуатацию, качество которой зависит от слаженного взаимодействия специалистов всех экстренных служб. В ходе встречи его участники сошлись во мнении, что служба спасения – это сфера профессионалов, где не может быть случайных людей. Единая диспетчерская служба работает круглосуточно, в ее арсенале только современные средства телекоммуникации.